Следующий спикер, очень крутой парень. Я предлагаю его поддержать аплодисментами. Это Дэн Еремчук, SMO, Внутро.Медиа. Адаптация товарных связок из СНГ на Европу, тема его доклада. Ребят, приветствуем. Дэн, эта сцена твоя. Эй, всем привет. Прошу, кликер. Спасибо. Давай, 20 минут твои. Каких 20? Ты что, Ром? Для тебя 25, договорились. Хорошо, 40. Всем привет. Для начала, да? Ну, собственно, тему вы видели уже несколько раз на своих бейджах, везде на сайтах и прочее. О чем поговорим? В целом это будет опыт того, как мы переносили то, что мы имеем в СНГ на бурж. Как мы это адаптировали и как это работало в принципе. Это может быть кому-то мем, а кому-то нет, но в моем случае это действительно было так. Потому что буквально за неделю, чуть больше, пусть 10 дней у меня летит ССД, я в панике со всем абсолютно материалом начинаю искать того, кто это может восстановить. Там вплоть завязалось до того, что это было индийское кино. Там брат брату помог и как всегда. Но тем не менее я здесь, доклад готов и, собственно, я готов выступить. Поэтому, кто я такой? Имя мое уже было, меня зовут Денис, можно просто Дэн. В арбитраже я уже без малого 8 лет. В этом году будет, это будет ноябрь месяц, 8 лет. Многие могут сказать, что это совсем ничего, но для меня это существенный опыт. Начинал я свою работу с, ну может это банально, но это был саппорт. То есть хорошая партнерка, топовая на рынке Украины, одна из первых, которая работала и работает по сегодняшний день. Там я начинал просто саппортом. Сейчас я уже подрос до должности CMO, как ласково называют меня коллеги ЧМО, в Нутромедии. Нутромедия это товарная партнерка. Многие про вас, про нее вернее не слышали абсолютно ничего, я больше чем уверен. Кто знает про Нутромедию? Есть такие? Нету, да? Так и думал. Она работает на самом деле в привате. Ей непосредственно занимается команда Вилду. Знаете, может такой блог есть в Вилду.ру, да? Это непосредственно новый проект Вилду, который он развивает, который он продвигает. Ну и в скором времени она выйдет в люди, в массу. Поэтому если кому интересно, чего да как, пожалуйста, я здесь, я на автопате. Можем пообщаться, посмотреть, что к чему. Я вам расскажу, чем занимается партнерка более детально. Так как это товарная ниша, ну товарная ниша для меня в принципе всегда была, это, скажем, чем-то таким далеким, косвенным, которым я абсолютно не занимался. В свое время занимался абсолютно всем, кроме товарки. А здесь еще и Нутро. Все, что я слышал про товарку, все, что я слышал про Нутру, это было не более того, когда коллеги, например, там на каких-то там перекурах, планерках возле кулера делились свежей инфой по сливу или там какие-то показывали забавные креативы. На этом было практически все. Но благо у нас ресурсы позволяют в Тиме менять сферу занятия и нишу, не выходя из офиса, поэтому настал такой период в жизни, когда захотелось попробовать товарку. Тем более как бы хайп хайпом, и это действительно актуальная тема, тем более Нутро, потом там перспективы и прочее. Вот, и собрал команду, кто захотел, говорю, ребят, давайте вот попробуем, польем, тема живая, все работают, почему бы нет. Привет. Опять же вернусь к тому же блогу Вилда, на нем есть кейс, правда он уже двухлетней давности, это кейс моей команды, мы там сливали на паразитов. То, о чем там речь, это как не стоит, например, забывать про то, что можно работать с товаркой в канун праздников больших. То есть, грубо говоря, там здоровенное масштабирование, кому будет интересно, вы просто проходите, почитайте, там буквально короткая инфа, доп. инфа я всегда поделюсь, всегда открыт к общению. Вот, собственно, такова моя история. О чем сегодня поговорим, это о том, как начиналась СНГ для меня, в принципе, для моей команды, которую удалось собрать, из, скажем так, инициативных ребят. А сейчас, в данный момент, эта команда, ну, варьируется от 5 до 10 человек. Почему варьируется? Потому что такой костяк основной, это нас там 5 человек, остальные ребята либо приходят, либо уходят. Ну, есть такая текучка, кому-то заходит, кому-то не очень, кто-то открывает свои армитражные команды и так далее. Ну, собственно, о чем мы еще сегодня поговорим, это самая основная тема, как мы работали в СНГ, потом, почему мы в СНГ перестали работать или там не хотели в какой-то момент, понимали, что, ну, как бы, все, все мы, что мы могли, мы тут сделали, да. И появлялся там бурж, и как мы адаптировали то, что мы, с чем работали в СНГ под бурж. Это главный будет посыл. Ну, в итоге подведем просто, кратко резюмируем то, что есть. Вот. Ну, сначала было в любом случае СНГ, да и, собственно, по сроку лет там только о СНГ речь и шла. Ну, и в рамках русских, как многие из вас, в рамках русскоговорящих аффилией было принято решение просто настартануть. Оферы мы долго тоже не выбирали, не выбирали точно так же, как и партнерки, потому что в этом, по сути, не варились. Может быть, только то, что приходилось читать на форумах, приходилось общаться с ребятами, так же на конфах. Вот. И мы самое главное понимали, что, например, порог вхождения в такую нишу будет, ну, гораздо проще, потому что, например, знание языков, мы понимали, что в СНГ плюс-минус все говорят на русском. Знание, например, других языков, которые тоже легко переводились, либо мы понимали смысл этих слов. И финально это понимали, что менталитет в СНГ гораздо проще, мы с ним знакомы, выросли там с таких лет, знаем, о чем думают бабушки, дедушки, мамы, папы, родители и так далее. Вот. Было принято решение стартануть. Собственно, для примера вам просто сегодня покажу оферы, с которыми мы работали по СНГ в то время, но это не все оферы, соответственно. Это просто сегодня для чего? Для того, чтобы вы просто понимали, на чем мы фокусировались, в чем именно смысл этих оферов, потому что мы для работы в бурже искали подальше, подальше, не сейчас. Подальше мы искали точно такие же оферы, чтобы у нас была связка, и она работала, и как-то это все взаимосвязано было и играло. Поэтому мы не акцентировались на каком-либо офере одном, мы просто брали, заходили в ПП, смотрели, какие оферы есть, пытались абсолютно все сплитить, о чем вам рекомендую всегда это делать. В данном случае речь пойдет о лабустере и апсайзе, то есть это сиська крем для увеличения груди, очень хорошо заходил, заходит в свое время. Что касательно креатива? По креативам все было довольно просто. Оговорочка, да, не сказал, извините. Работали мы непосредственно только с ФБ. То есть если мы будем говорить про какие-то другие источники, это было в процентном отношении очень маленькая доля, пусть это назовем 10%, основная масса трафа это было в Facebook. По креативам. Креативы и текстовки. Брали следующего характера. В основном у нас все креативы это были либо овощи, либо фрукты, которые имитировали изображение каких-то органов, которые нам нужны были. А повторюсь, что оферы у нас были не только по груди, по увеличению груди сиська кремом, также это были, например, по увеличению других частей тела, особенно у мужиков, ну или, например, по худалочке. То есть мы обыгрывали данными крео, соответственно, органы, которые нас интересовали. Пусть это были баклажаны, кабачки, огурцы, неважно. То есть каждый себе может представить то, что можно обыграть. Текстовки, вы видите, довольно-таки тоже были прозаичные. И мы не брали никогда никаких фото реальных персонажей, неважно. То есть это всегда были либо текстовки, либо, извините, креативы овощи-фрукты, либо были это анимационные картинки. То есть персонажи всегда были рисованы. Лучше всего в данных вариациях заходили креативы, которые несли в себе смысл тизерного формата. То есть как ни крути, FB не FB, но тизерный формат все равно рулит. И обязательно в которых был эффект до и после. Ну почему так, я думаю, это очевидно и это понятно. В результате, например, мы в принципе вообще отказались от фруктов и овощей. Что касательно связки. Если мы брали анимационный креатив, вот с барышней, которая была на предыдущем слайде, она четко показывала, что вроде бы как она такая вся унылая, у нее там совсем все не очень хорошо. Потом чудо-кремом она пользуется, соответственно, два размера. Девчонки, хе-хе-хей, давайте все сейчас веселей. И в результате мы пришли к тому, что связка в данном случае работала лучше такого плана. Это всем известная в Украине телепередача, которая специализируется, например, на том, что чего-то людям доправит. Кому там удлиняет, кому увеличает, кто худает и так далее. Но в принципе лучшая связка за все время и за все время теста – это были блогоподобные форумы. То есть неважно, какой персонаж, неважно, о чем он вещает в реале, но мы брали его картинку, мы брали его рассказ. Пусть там, не знаю, многие сталкивались. Пусть это Филипп Киркоров или тот же Федосеев у других ребят. То есть люди, которые, например, ведут свой блог, которые рассказывают, как они похудели или как они что-то увеличили, и это работало. В данном случае заходила лучше всего эта связка, потому что на Украине данная передача актуальна, она помогает бороться с этим всем, что под оффер нам очень хорошо подходило. Вот пример статистики. Это статистика по тем странам, которые мы отливали. Это пример статистики за первый день слива. Смотрите, какая ситуация. Здесь, например, учтено на хорошем креативе, то есть если мы сплитим креативы, мы выбираем уже креатив, который нам дает хороший CTR, который смотрим и дает нам хороший конверт, мы его в результате оставляем в нашу связку. Здесь в этой связке учитывается анимационный креатив, например, та же девочка, которую вы видели ранее. Здесь учитывается связка про Квилэнда, которая тоже была на предыдущем слайде. И вот, собственно, такая статистика за первый день слива. Обратите, пожалуйста, внимание на процент опрува. То есть 78, 75, 58%. 78% по Украине – это очень хороший процент опрува. И чего так? Я всем рекомендую в плоте всегда используйте хостинг прокладки на своем хостинге. Не используйте прокладки, если вы работаете в масштабе и вам это интересно, не используйте прокладки на стороне ПП. Это всегда урезает вам абсолютно все. Всегда юзайте, выкачивайте прокладку, просите ПП, они все на это идут. И всегда юзайте на своей стороне. Вы увидите, результат не заставит СЖД. Собственно, что с СНГ? Все шло довольно-таки хорошо. Запускай по 20 аккаунтов в день, получай профит, кайфуй, и все у тебя получается. Но это 20 аккаунтов, где 20, там и 50, и так далее. Не СНГ единым. Почему пришла, в принципе, мысля о том, что мы, ну, надо двигаться. Адаптацию ФБ, выграние аудитории, ну, никто никогда не отменял. Оно есть. Оно нас преследовало там долгое время. Также преследовал нас подражавший лид. Если мы, например, сливали Украину, Грузию, Молдову по цене за лид 90-100 за Украину, Молдова, Грузия была в ценнике до 60 рублей, то со временем эта цена начала расти. Нам стало это не приносить никакого удовольствия абсолютно. Поэтому было принято решение, что давайте пробовать в бурж. Что-то подсказывало тоже внутренне, что-то подсказывало внутри себя, и говорило, что, мол, типа, чувак, а почему нет? Если у нас есть связка готовая, у нас есть уже устаканенные офферы, с которыми мы как бы все видим, эту картину, и визуально мы понимаем, что она работает, ну, давайте зайдем в бурж. Давайте попробуем. Тем более в то время как раз начинался хайп бурж-партнерок. То есть не бурж-партнерок, а партнерок, которые заводили офферы под бурж. Азию в том числе. Вот. Но первое, с чем мы, конечно же, столкнулись, это такие наши внутренние страхи. Не знаю, как там, вот, ребята, которые переключались, мне интересно, я вот сегодня тоже общался с ребятами, которые там бурж просто лют сначала. У них такого нету. Ну, у меня у старого там Аксакала, который там работал часто с вебкликом по СНГ, который работал с товаркой, завелся в СНГ и знает там все. У меня стал, ну, как бы, страх. Типа, да, появился. Да, дорогой трафик, непонимание аудитории, ну, и качество промо на чужом языке. Дорогой трафик, мы не понимали, за сколько нам обойдется лид. То есть, ну, абсолютно. Тир 1, тир 2, тир 3. Откуда нам отталкиваться? Какова стоимость? Непонимание аудитории. Мы не понимали, как можно привлечь, например, там, какого-то Джона, приложить, там, не знаю, там, к ноге подорожник. И насколько это зайдет. Этот менталитет нам был незнаком абсолютно. Но мы хотели принести свою связку из СНГ в бурж. Вот. Ну, и качество промо на чужом языке. Опять же, мы не знали, какие текстовки нам использовать. Мы не знали, насколько они будут адаптивными, как они зайдут. И, собственно, про это все тоже хочется поделиться. Вот. С какими мы столкнулись первыми проблемами? Страхи мы опустим. С первыми проблемами, которые мы столкнулись в СНГ, это было связки в принципе, креативов, текстовок и прочее. Мы не знали те же тонкости менталитета. Например, то, что мы привыкли ассоциировать для СНГ, и привычная для нас синонимы типа болт, стояк и прочее, вот в этом жанре, оно отпадало. Оно не работало в бурже абсолютно. Со временем нам приходилось брать какими-то терминологиями, то есть, да, общепонятными, например. Если у нас, понятно, мужская сила или мужское здоровье, то мы такие же пытались креативы делать, например, и в бурже. Но самая большая была проблема, это когда мы использовали онлайн-переводчики, обычные доступные типа Google Транслейтера или прочего, и переводили креативы банально, те, которые у нас заходили в наших связках на СНГ, на бурж. Это не работало, потому что зачастую даже элементарно менялись слова, и значение текстовки самой, оно аннулировалось. Поэтому мы провели анализ и посмотрели, что большинство типа креативов, которые мы переводили вручную, они дают хуже показатели. В результате было принято решение использовать сервисы, как OneHowerTranslation, например, либо мы запрашивали от ПП непосредственно переводы тех текстовок, которые нам нужны были. ПП точно так же шли хорошо на контакт, помогали, с этим проблем абсолютно нет. Это что касательно текстовок. Касательно картинок. Как и в СНГ, так и в бурже преобладают большим CTR-ом картинки с элементами порно, обнаженки. Это факт. Но конверт на них был гораздо хуже. То есть люди на них кликают, типа без проблем CTR на расти, а вот конверт наоборот падает. Что в данном случае мы предприняли, эта работа заключалась в том, чтобы поместить больше информации на саму картинку. То есть те картинки, которые несли в себе больше информации, такое, что на них было опять же все видно, там тизерный формат до и после, они лучше конвертили, они больше давали результата. И также заметили, что если картинка полностью наполнена текстом, наполнена информацией, наполнена картинками вот этими до и после, то в принципе конверсии было на 30-40% больше. По поводу офферов. Точно такие же офферы мы искали и в бурже, потому что связка была под них заточена. Почему нет? Нам нужны были такие офферы, мы не стеснялись их брать. Может быть там названия как-то отличались и прочее, но смысл они несли абсолютно тот же. Поэтому мы искали как можно больше именно этих офферов. Вот. Как видите, тоже креативы, но здесь есть креатив, который дает кучу оголенки и который, ну, фотокреатив. Как вы думаете, с какой вероятностью Facebook пропустит этот креатив? Есть? Есть мнение? Пропустит ли вообще? Не пропустит? Пропустит? Да, в какой-то степени он пропускает. Но чего мы только не делали. Изначально в таком виде он прошел, но может быть на одном аккаунте. После чего нам приходилось тут дорисовывать каждый раз разную ипостасию. То у девушки появлялась паранжа на все тело, кроме груди, то девушку просто закрашивали черным цветом, но это все не проходило. В результате, чтобы вы понимали, по всем нашим связкам работал именно креатив, который был анимационный, на котором точно так же было изображено эффект до и после. Текстовки вы тоже видите, это примеры, которые работали, и это которые живые креативы. По поводу, собственно, прокладки и лэнда, той же связки. На данных связках я говорил, что работали хорошо благоподобные форумы. То есть мы находили лидера мнений того или иного гео, под него заходила связка, и она работала, и, собственно, приносила результат. То есть ничего не выдумывали. Точно такой же пример, но здесь прокладка была неблагоподобная, здесь прокладка была под новостной сайт на Сербию, но также очень хорошо себя показывала. Собственно, пример статистики по тем странам, которые мы сливали на бурж, вот точно так же в первое время по этим офферам, которые брали, пока они не работали. Из стран мы лили Филиппины, Индонезия, мы лили Голландию, мы лили Бельгию, Республика Сербия, ну и другие, и Чехия. То есть если мы вернемся к статистике по офферам, то средний опрус составлял в районе 50% на все гео. Не будем говорить там 55-45, но в принципе это 50% апрув, который нам получалось всегда получать. Лучший и худший апрув чисто для примера. То есть много людей, которые приходят в бурж и хотят закупить трафик, они просто смотрят на цены, которые получаются, ну и собственно разворачиваются и уходят. Этого не стоит бояться, потому что, например, по Чехии 81% апрува, пусть даже 80%, это очень хороший показатель. При стоимости льда в долларах. Соответственно, win-win вообще безупречный. Но, как видите, самый лучший был апрув, это была Чехия, была Сербия, на бюстфул и апсайз. Ну и самый худший, это у нас была Малайзия и Индонезия. Ну опять же, чего так, потому что, даже не залазив в какую-то супер аналитику и анализ, всего лишь потому, что еще сложнее адаптировать креативы. И все, что связано с креативом, с проклой и всем остальным. Потому что здесь мы, например, более-менее опять же понимаем языковый набор, пакет и прочее. Здесь с этим сложнее. Поэтому не стесняйтесь всегда спрашивать УПП помощи, должны помогать, подсказывать и прочее. Кому интересно, например, на примере Украины или той же там Грузии, Молдовы. Если у нас в Украине составлял лид, средний лид стоимость была в районе 90-100 рублей, то, например, ну давайте возьмем вот здесь, там Сербию тоже. Там, например, самый дешевый лид у нас составлял 70 рублей. То есть если мы Украину с нашим там знанием, менталитетом, языком и прочее, мы сливали там 90 рублей, минимум, то получилось Сербию 60% в опру, а в Украине 50% в опру. У нас получилось сливать стоимость лид от 70. То есть на 20 рублей дешевле, уже профит, просто если не приходить в глобальные цифры. Конечно, дороже всего из этих стран получалось это Нидерланды и Бельгия. Там лид обходился в районе 300-400 рублей. Но это вообще отдельная тема, поэтому как-нибудь в другой раз про нее поговорим. Ну и, собственно, итог. Деньги, аудитория, готовые решения. При переходе на бурж вообще никому не боюсь рекомендовать, и вы не бойтесь. Пробовать связки, которые работают у вас в СНГ. Стоимость, получается, соотношение стоимости льда, апрува, и себестоимости по выплате это в разы выше. Аудитория. Аудитория, ну точно такие же люди. Плюс-минус у всех потребности одинаковые. Кому-то там увеличить грудь, кому-то натереть член, кто-то хочет сбросить пару лишних килограмм. Но, в принципе, люди все такие, точно такие же живые. Да, там чуть-чуть расхождение в менталитете. Кто-то, как в СНГ, например, это народная медицина, вы делаете упор на народную медицину, вы делаете показатели в том, что вот, пожалуйста, там одна бабка сказала. В Бурже это работает немножко по-другому. Там вы делаете упор абсолютно в другое. То есть в Бурже привыкли доверять конкретным фармацевтическим препаратам, конкретному доктору и так далее. Ну и, собственно, готовые решения. Пробуйте, коммуницируйте с менеджером ПП. Обязательно. Ищите коммуникации. Вам обязательно помогут, вам подскажут. Плюс-минус пару долларов к выплате никто не отменял. Поэтому ищите коммуникацию, не упирайтесь в какие-то рамки. То есть если мы привыкли вот так работать, ну все, так и будем работать, не стоит. Откиньте это все назад. У вас все обязательно получится. Просто это делайте. Вот. Поэтому, ну, это то, что готовых решений. Просто берите то, что уже есть на рынке, то, что работает в ПП. Просто спрашивайте и запускайте. Дальше вы будете видеть, куда вам можно расти, как меняться. Ну и даже если просто мне напишите, я готов буду с вами поделиться чем-то и без проблем говорить. Ну, а по поводу упирайся, есть такой хороший анекдот. Украинский, старый, добрый. Тоже это по поводу рамок. Прибегает такая дося домой, вся запыханная, красная такая, пот течет. Говорит, мама, говорит, меня сгвалтували. Мама говорит, что такое? Ну, сгвалтували, изнасиловали, ну, по-русски. Говорит, а что, как вообще, как это произошло, дося? Говорит, ты хоть упиралась? Она говорит, ну, а мама, как это не упиралась? Говорит, так как вы говорили, все время упиралась. Как ты упиралась? Что-то не поняла, как изнасиловали. Так как, головой в сарай. Поэтому не упирайтесь головой в сарай, у вас все получится. Успехов вам, это мои координаты. С вами был Дэн, всех люблю, счастья, здоровья. Дэн, спасибо большое за твой доклад. А давай кликеры, его многие с собой уносят. Друзья, напоминаю, вы также можете пообщаться с Дэном в нетворкинг-зоне, позадавать свои вопросы, наметить будущие сценарии сотрудничества. Субтитры сделал Dэн.